Месье Мерикур Посмотрите на меня Это очень приятно, месье Нет, посмотрите на меня Внимательно Да Обязательно, месье, передам непременно Конечно, вся семья будет рада Все здесь, конечно, спасибо, до свидания Месье Мерикур Разве я похожа на сумасшедшего? Кто? Вам не кажется, что с вами разговаривает сумасшедшая? Ну, конечно, нет Вы первый человек Который за последний час Считает меня нормальной Ну, расскажите Расскажите, что с вами происходит Все началось В Болочной Это Толстуха Спрашивает меня Правда ли, что Похороны Месье Стефана Назначены на понедельник Ну, я ей говорю, что нет И рассказываю всю историю Его воскрешения Ну, и так далее И знаете, когда я закончила Она очень странно на меня Посмотрела И сказала После похорон, мадам Луиза Вам необходимо Отдохнуть А когда я уходила Я увидела в зеркало Как она указывает на меня Своей продавщицей Стучит себя По лбу Я иду дальше К мяснику Марселю Делаю заказ Рассказываю всю историю воскрешения За моей спиной Он тоже делает какие-то Странные знаки И тоже стучит себя По лбу Подумайте, подумайте Что же Может у них тик Это эпидемия в вашем квартале Я понимаю Вы тоже считаете меня Сумасшедшей Ну, что вы Везде, во всех лавках Было одно и то же Вы переутомились Вам необходимо Отдохнуть Возвращаюсь домой Встречаюсь с нашим Швейцаром Месье Перезом Которого уже знаю Семь лет Рассказываю ему Всю историю воскрешения Думала, что он В ответ захохочет Ничуть не бывало Он как-то так Смущённо отвернулся И сказал Да нет Только вы несколько Переутомились И вот тут я уже почувствовала Что я совершенно Схожу с ума Скажите, пожалуйста Что эту реакцию Вы наблюдали Всякий раз Как только заговаривали О воскрешении Месье Стефана Каждый раз А что мне теперь делать? Так не говорите Об этом больше А Отныне Если вас будут спрашивать Состоятся ли похороны В понедельник Отвечайте Да 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 А когда они увидят Как месье Стефан Через некоторое время Переходит улицу За газетой Пусть тогда Сами себя Считают сумасшедшим Мудрое решение Мудрое Знаете, как-то это всё-таки Очень неприятно Но ничего Я уже немножко успокоилась И пойду приготовлю ему Тушёную капусту А всё же не рубцы по-кански Что вы? Рубцы Рубцы я ему приготовлю позже А сегодня он нуждается В лёгкой пище Вы пожелайте ему от меня Хорошего аппетита Да А вы Что-нибудь хотели бы съесть? Я? Да Что вы Что вы А вы Что вы Я единственный человек В этом доме Который себя плохо чувствует А вы подумайте Подумайте Хорошо 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 Пойдём Я знаю, что это доставляет ему удовольствие Луиза вернулась? Да Он хочет есть Кстати, поздравляю вас Все лавочники посоветовали ей поехать отдыхать Ну, это совсем просто Стоит только сказать, что человек сошёл с ума Как всё этому верят Да, да Вы ужинаете с нами? Вы знаете, ну никакого аппетита Кто это может быть? Возможно, профессор Время делать укол Да нет, Маришарь Он их решил больше не делать Он пробует новые средства? Да Сильно действующие Месье Маришарь 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 Через минуту Примите здесь этого господина Я буду в своей комнате На случай, если я вам понадоблю Ребят, пожалуйста Проводите его сюда Ну, знаете Мой бедный друг Как это мило с твоей стороны, что ты беспокоишься Это абсолютно естественно при данных обстоятельствах Месье Маришарь Мадам Буасьер Жена моего Тестя О, мадам Примите моё глубочайшее соболезнование Я так восхищался этим писателем Несмотря на то, что мы не были знакомы У меня такое чувство, будто я потерял друга У всех такое ощущение Это так тяжело Так тяжело Нам придётся научиться жить Без него Простите У меня ещё тысяча дел Прошу вас извинить меня Да нет Жизнь продолжается для всех нас Людовик не должен пренебрегать своими делами До свидания Благодарю вас Это умная, смелая и мужественная женщина И она ещё устроит свою жизнь Я в этом убеждён Да Однако у него превосходная квартира У этого Стефана Буасьер Да, но он был очень богат Знаю, знаю, я набил справки Нет, это не значит, что я тебе не доверяю Но когда мы собираем административный совет нашего банка И в кассе не хватает каких-нибудь десяти франков Всегда находится два или три человека Которые тут же падают в обморок Когда я поставил вопрос о займе под наследство Они тут же нахмурились Но ты мой друг, я за тебя поручился Я дал свои гарантии Спасибо Они согласились Да, понимаю, понимаю, понимаю Ты знаешь, чек ведь должен быть заверен Это судебные дела Он будет заверен Скажи, пожалуйста, а ты не пробовал всё-таки снизить процент? Ну, знаешь, я спорил с ними целый час Всё безрезультатно, на меньшее они не соглашались Понимаю, понимаю Нет, если ты найдёшь более выгодный вариант, я не обижусь Хочешь, я аннулирую контракт? Нет, ну, зачем? Я считаю, что цена несколько повышена Но поскольку срочно... Итак, договорились? Да, договорились Ты подпишешь вот эту бумагу А в понедельник всё остальное Тогда же я вручу тебе чек Здесь? Выпьем что-нибудь Шотландского Шотландского, чтобы отметить события Между нами, говоря, это кончина, которая, безусловно, большое несчастье Произошла в самый подходящий момент Ну, ты знаешь, не очень весело думать об этом Ну, в общем, ты прав Но плата всё-таки слишком высока На вскрытии выяснилась причина его смерти? Вскрытие? Его не вскрывали? Он умер от сердечной недостаточности Значит, естественная смерть? Да, абсолютно естественная Не знаю, почему я вбил себе в голову, что его вскрывали Обычно вскрывают, когда ведут следствие Он здесь? Да, он покоится Там Его фотографии появлялись так редко, что я даже не представляю, как он выглядит Ненавидел сниматься Могу я на него взглянуть? Что? Можно мне посмотреть на него? Посмотреть на него? Так а ты же увидишь его в понедельник на выносе Я не увижу его в понедельник на выносе из-за твоих же дел Знаешь, как это бывает, Людовик? Я составил себе представление о нём Мне хотелось бы проститься с ним Внешность у него была вполне заурядная Возможно, но у меня о нём своё представление, раз появилась такая возможность Абсолютно заурядная внешность Лоб с большими залысинами Такие широко открытые голубые глаза И нос Людовик, дай мне на него посмотреть Честно говоря, я не хотел бы, чтобы ты это делал Почему? Именно потому, что ты составил себе определенное представление Поверь мне, лучше сохранить хорошее впечатление Я знаю, ты человек чувствительный Я хочу избавить тебя от этого печального зрелища Банкрот тоже не очень приятное зрелище Однако я их вижу каждый день На меня это не производит никакого впечатления Я уверяю тебя, он, ну, ну, так мягко говоря Ну, не очень хорошо выглядит Глаза, наглядится гримаса, глаза куда-то закатились Мадам Я как раз просвещу разрешение проститься с вашим супругом Но Людовик так неохотно Почему же, Людовик? Если господину Маришалев хочется взглянуть на Степан Мы не можем ему в этом отказать Вы увидите, какое у него спокойное выражение лица Благодарю вас, мадам Я был большим поклонником его таланта Я прочел все серии гильды Пойдемте Вы правы, какой у него внушительный вид Вы находите? Не понимаю, Людовик, почему ты не хотел мне его показать Он так прекрасен, так прекрасен Ты так считаешь, что я не... Да, он был редкий человек Мадам, я и так слишком злоупотреблял вашим временем Благодарю вас за то, что вы позволили мне увидеть великого писателя Франции Счастлив познакомиться с вами Вы должны еще раз побывать у нас запросто, как друг В понедельник я должен принести кое-какие документы Людовику на подпись А нет, зачем, дорогой? Я сам смогу прийти к тебе и все подписать Ты мой клиент, я к твоим услугам Нет, уверяйся, мне не трудно прийти к твоему бюрою Да, все в порядке, Людовик, успокойся В понедельник днем все будет закончено Мадам, до понедельника Приходите, когда захочется Бедняжка Луиза Никак не может смириться с его смертью Падает в обморок по несколько раз на день Может быть, это опасно? Да нет, мы уже привыкли А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Это вы? Да, это я. Если бы я только мог себе представить, что от меня потребуют подобную вещь, я бы раз и навсегда отказался от всех телевизионных передать во всём мире. А как же... Вивиан влетела как бомба. Она просто меня вытащила из квартиры. Мне пришлось переодеваться на лестнице. Человек моего положения, моего возраста наконец. Профессор, вы были великолепнее. Я сделал всё, что мог. Она всё ещё в обмороке. Это не самое страшное. Мы могли её убить. Спасибо. Вивиан, ну, вы велись вес шикарно. Уж такая я всегда. Если берусь за дело, то иду до конца. Без меня этот болтокин! Ой, что со мной? Дышите глубже. Ой, я видела что-то ужасное. Вы! Вы лежали в той комнате, вытянувшись на постели вот так. Вы слишком переутомились. Да, да, да. Переутомились, конечно. Слишком переутомились. Да? Да. Все так мне говорят. Ну, почему вам не поехать в Ниццу к вашему племяннику? Там на свежем воздухе вы моментально почувствуете. Нет. Нет, пока я нужна месье Стефану, я никуда отсюда не уеду. Ну, ведь он же ожил. Да, да. Все лучше и лучше. Вы вполне могли бы уехать. Совершенно не понимаю, что здесь происходит. Нет, мне, пожалуй, лучше пойти полежать. Да, да. Если у вас снова начнутся галлюцинации, вы предупредите нас. Да, да. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. А сейчас баиньки, баиньки в постельку. Вам нужно немножко расслабиться. Вы переутомляетесь, конечно, на вас очень большая ответственность. Возьмите себя в руки. В каком бы денежном затруднении не был человек, есть границы. Я бы, например, мог делать огромные деньги в своей клинике на одной только дихотомии. Дихотомия, это что, нервная или желудочная? Нет. Это когда мы получаем проценты от коллеги, которого посылаем пациентов. А, вот это у вас называется дихотомия? Да, это употребляемый нами термин. Ну, мы-то говорим иначе. А мы говорим дихотомия. Тоже красиво. Похоронное бюро. Предупреждаю, на меня больше не рассчитывайте. Я не собираюсь изображать из себя покойника. Ну и не надо, и не надо. Моя очередь. Пожалуйста, только не подпускайте его близко ко мне. Я сделаю всё, что в моих силах. Скорее кончайте со всем этим делом. Иначе я сам скончаюсь. Ну уж нет. Теперь нужно идти до конца. Прошу вас, входите. Месье Атропос, наш сосед, профессор Гарон. А, это вы, профессор. Ведь это вы подписали свидетельство о смерти. Я не ошибаюсь. Да. Это я. Да. Ну... Вы хотели на что-то сообщить? Да. Прошу вас. Я... Эм... Эм... Только что... Прослушав сводку погоды... Сводку погоды? Да. Только что по радио сообщили, что завтра будет 33 градуса в тени. Боже мой, какая жара. Да. Температура для этого времени года действительно рекордная. Да. Ужасно. Но так как погребение не может состояться раньше понедельника, то в таких случаях мы прибегаем к легкому бальзамированию. Бальзамирование... Это что, как у египтян? Когда втягиваются всевозможные масла... Нет. Совершенно иной метод. Мы впрыскиваем состав. Простите, что я настаиваю, но в данном случае это необходимо. УКО? Да. Но его делает специалист. Я его вызвал. Он сейчас должен прийти. Ни в коем случае. Не может быть и речи о том, чтобы кто-то прикоснулся к Стефану. Я этого просто не переживу. Мадам, ну... Простите, что я настаиваю, но в данном случае это необходимо. Только через мой труп. Да ну... Вы же хотите выставить его в понедельник для прощания. Нет. Я этого никогда в жизни не переживу. Мадам. Принесите ампулы. Я сам в союзе. Профессор. Профессор. Это укол. Мадам принесла слишком сильный нервный шок. Да. Ещё не хочет, чтобы посторонние люди прикасались к её мужу. Да. Но в понедельник нам всё равно придут. Принесите ампулы. Принесите ампулы. Вас спрашивает какой-то господин Раймонд. Если это и есть бразумировщик, пусть он не затрудняется сюда входить. Мадам, я сам, я сам сделаю ему укол. Принесите ампулы. Принесите ампулы. Принесите ампулы. Я сам, сам сделаю ему укол. Отошли. Окажите нам эту услугу. И я сумею вас отблагодарить. Дверь! Я отослал бальзамировщика. Мадам. Держите. Вот ампулы. Скажите, профессор, вам не кажется, что нужно заняться здоровьем мадам Буасьер? Истерические припадки на похоронах не приняты в нашей фирме. Я позабочусь о ней. Да, и... Месье Атропос, скажите, как нужно вводить это внутривенное? Не очень быстро, конечно. Сколько кубиков? До понедельника. Слышў. Ура! Вы действительно думаете, что он из кабака с постели? А кто это ещё мог быть? Луиза лежит в своей комнате, а Людовик в моей. Нет, все это ужасно странно. Надо сказать Людовику, что Атропос ушел. Нет, месье Мерикур. Представитель похоронного бюро уже ушел. Месье Мерикур, представитель вас. Месье Мерикур. Он не шевелится. Людовик. Парниш. Вздремнул немножко. Что здесь происходит? Вас хотели бальзамировать. Да? Если могло на меня как-то подействовать? Пол кубика достаточно, чтобы свалить лошадь. Весьма приятно. Что вам помешало? Мы не хотели вас расстраивать, но кажется, Стефан вставал с постели. Вставал? Ручка повернулась, дверь приоткрылась. Но, возможно, это был сквозняк. А нет, это не сквозняк. Это не сквозняк. Это был он. Это был он. У него прочная шкура. Месье Мерикур. Я не понимаю, не понимаю, что со мной происходит. Доходишь до чудовищных вещей. Я себя просто не узнаю. Как это я, маленький Людо, как называл меня священник нашего прихода, этот милый ребенок Людо, такой чувствительный, который в сочельник разносил подарки старикам в богадельни, как этот маленький Людо стал человеком, спекулирующим на смерти старика. Что случилось? Какова причина этого падения? Деньги. Ни женщина, ни слава, ни честолюбие, а то, на что можно купить и женщину, и славу, и удовлетворить честолюбие. Деньги. Звонкая монета. Вот латыка, вот божество. Если бы не деньги, как бы мы существовали в этом мире? Мы сохранили бы чистоту первородства, человеческий облик. Через всю жизнь пронесли в себе этого наивного ребенка с его грезами, надеждами и верой, если бы не деньги. Не было бы этих преград между теми, кто ими владеет, и теми, кто их жаждет. Но нет, нет, нет. Деньги, деньги, деньги. Они диктуют свои законы, а мы им подчиняемся. Они делают нас надменными, когда они у нас есть, и пресмыкающимися, когда их нет. Деньги. Они заставляют нас льстить сильным мира сего, в то время, как нам хочется их задушить. Деньги. Они заставляют нас темной ночью прокрадутся вдоль стен, чтобы свести счеты по нашим темным делам. Деньги. Ради них мы готовы ползать на четвереньках, чтобы получше вдохнуть их запах, как бретонские щейки. Деньги. Из-за них мы падаем вниз, из-за них мы прыгаем до потолка, из-за них мы теряем штаны, радуемся, печалимся, превращаемся в дерьмо. Деньги, деньги, деньги. Деньги, ненавижу. А может быть, все-таки сделать ему маленький укольчик? Месье Варикур, ну, будьте благоразумны. Через полчаса представители похоронного бюро будут здесь. Но мы не можем больше продолжать этот маскарад. Это нестерпимо. Ну, хорошо. Хорошо, я постараюсь научно объяснить это редкое происшедшее явление. Больше ждать нельзя. Людомик, профессор совершенно прав. Мы не можем больше рассчитывать на папу для устройства наших дел. Вообще ни на кого больше нельзя рассчитывать. А что же теперь делать? Ничего, пока Маришаль не принесет чек. А если он не придет? Он придет. Он немножко опаздывает, но он придет. Как только Люси вернется из банка с заверенным чеком, вот тут можете бить во все колокола. Не на минуту раньше. А если мс. Атропос придет раньше Маришаля, а папочка жив? тогда я постараюсь получить камеру с видом на сад. Мадам, это из цветочного магазина. Принесли цветы, но похоже, что... Хорошо, поставьте их в базу. Вот это ваза. Смотрите, как странно. Видно, кто-то ошибся. Ну, должно быть уже известно, что месье Буасер жив. Конечно. Словно, но цветочные магазины могли получить заказ раньше. Это часто... А почему? Почему вы одеты все в черное? Простой совпадение. Что же мне делать с венком? Поставьте его пока в прихожей. Веселенькое дело. В конце концов, она начнет нас подозревать. Единственное, что от нее требуется это продержаться еще 15 минут. Алло. Мы решаем. Ой, он придет. Казах. Казах. Ага. Хорошо. Хорошо. Нет, нет. Ну что? Извиняется, что опаздывает. Ой. Только бы он пришел раньше этих факельщиков. Это они. Мадам, принесли вархатные подушки и штук 10 венков. Как хорошо положите их в то же место. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Чем дольше мы ждем, тем больше осложняется наше положение. Я совершил медицинскую ошибку и готов публично признаться в этом. Если вы публично скажете хоть одно слово, я тоже публично расскажу, что Стефан Воскресли сегодня утром, а позавчера это шантаж. Это дихотомия. Да вы же закончены, негодяи. Выбирайте выражение. Выбирайте выражение. Выбирайте выражение. Одну минутку. Не кладите трубку. Тут очень плохо слышно. Я буду говорить из своей комнаты. Алло. Алло. Франчестко. Говори громче. Я очень плохо слышу. Ты получил мои деньги. Да. Но я продала пока только пару пистолетов. О, пистолет. Похороны сегодня в три часа дня. Стану богатой. Да, но не сразу же, понимаешь? Со всеми этими формальностями. Алло. Алло. Франчестко. Чао. Звонил один знакомый из Италии. Выражал соболезнования. Вы могли сообщить ему приятную новость. Но я же не знала, согласны ли вы все. Я готов хоть сейчас объявить об этом. Я дам сигнал. Я дам сигнал. Конечно, никто из вас не согласится, чтобы Стефана уложили на пять минут в грусть. Пока Маришаль принесет чек пять минут. Нет. Никто больше не прикоснется к Стефану. Нет. Я этого не позволю. Одна таблетка снотворного и оп, на пять минут в ящик. Нет. Нет. Нет и нет. Это невозможно. Прихожая полна цветов. Хорошо. Мы займемся ими позднее. А сейчас пора завтракать. Я должна предупредить вас, мадам, что у меня ничего не готово. Невозможно сразу заниматься и цветами, и кухней. Хорошо. Что вы приготовили, Стефан? Сейчас у него спрошу, разогреть ли ему рубцы. Он ими вчера так наслаждался. Рубцы? А это не слишком тяжелая пища, профессия? Да, безусловно, безусловно, но... Месье! Месье! Он умер? Его нет в комнате. Стефан! Стефан! Что же он сделал, что он так против меня зесточился? У него нет в ванной. Ну, где-то он должен же быть. Или он просто разыгрывает нас. Фух, ты его тоже нет. Вот мошенник, конечно, разыграет, а мы его найдем. Найдем. Стефан! 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 А я вас вижу. Я вас вижу. Стефан! О, Стефан! Стефан! Стефан, ну, не волнуйте, нас, ну, это же нехорошо с вашей стороны. Вы путь уже вели... Великодушность. Вы выиграли. Дверь черного хода открыта Насте. Что? Ай! Он часто пользовался этим ходом, и у него была привычка дверь оставлять открытой. Значит, он что, он вышел на улицу? Ну, если его здесь нет, а дверь открыта... Он же был слишком слаб. Он легко мог спуститься грузовым лифтом. Да что ж, он прошел мимо Швейцара? Нет! Дверь черного хода выходит на другую улицу. Я могу спуститься к Швейцару, к месье Пирезу, и спросить его, не видел ли он его. Не забывайте прямых вопросов. Если он его видел, он сам вам об этом скажет. Это научит его не будет больше считать меня сумасшедшим. Правильно, вы видите. Он, конечно, спустился в парадный... Еще цветы! ... в парадный ход. Если случайно Швейцар не оказалось на месте, он постучал ему в швейцарскую. Он же всегда меня ненавидит. Очень, очень. Но на этот раз, на этот раз мне крышка. Да я иду его искать. Я не оставлю папу одного на улице. Ну как? Как ему удалось удрать? Нажимало караулить его. Не могли же мы его привязать. А вы представляете, что сейчас происходит на улице? Ведь сейчас уже собралась толпа. Месье Морисович приедет, увидит он, что даже не поднимется сюда. Он повернется и уйдет. Я убеждена, что он вышел черным ходом. И еще ни один человек ничего не знает обратно. Да, кроме тех, к кому он пошел. Вот. Вот. Куда? Куда он пошел? Ложиться в больницу или на телевидении в программу передач «Сенсация дня». Черт. Ты перестаньте острить. «Сенсация дня». У Стефана была подружка. Подружка? Ну, это слишком сильно сказано. Ее телефон? На «М»? Мишелин. Почти. Я давала ему полную свободу. Месье Мерикур. Месье Мерикур. В подобном состоянии слабости. Ахахаха. Слабости, слабости. В любом состоянии Стефан... Алло. Это мадемуазель Мишелин? Здравствуйте. Что, нет, я не от мадам Рене. Вы знаете, мне совершенно безразлично, что вы заняты за завтрашней ночью. Мне необходима одна справка. Не находится ли сейчас рядом с вами Стефан Буасьер? Вообще, эти типы никогда не дают фамилию. Простите, не находится ли сейчас рядом с вами очень старый господин? Да? Тогда, пожалуйста, передайте ему, что вся семья ждёт его и ни в чём не будет упрекать. Нет. Нет, я... Боже, сохрани, я не издеваюсь. Уверяю вас. Ну, пожалуйста, дайте ему трубку. Стефан, это Людовик. Дайте мне трубку. Ну, не кричите так громко. Ну, со всяким может случиться. Старик! Но не Стефан. Возможно, решил самолично отменить свои похороны. Что? Да-да, не забывайте, у него было чувство юмора. Если Луиза о чём-нибудь догадалась, она с удовольствием его обо всём рассказала. А я уже туда звоню. Это похоронная фирма Парк и Ко? Здравствуйте. С вами говорит зять Стефана Буасьера. Скажите, пожалуйста, вы не видели моего покойного тести? Вот, 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 что я говорю, что я говорю. Да? Да? Так? Нет, 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 мы не волнуемся. Я знаю, что уже 11 часов, у вас достаточно времени. Хорошо, 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 хорошо. Они уже выехали, но, слава Богу, попали в аварию. Значит, он не пошёл туда. Нет, нет, они сейчас привезут сюда этот ящик. Не тем, или ком? Ну, вы знаете, что, если в таком состоянии, я ещё должен думать о выражениях. Куда? Куда он мог вниматься? Что, Луиза, что? Ну, что, что, что? Швейцар сказал. Что, Луиза? Что, если я и дальше буду надоедать ему своими галлюцинациями, то он вызовет скорую помощь. Если вы хотите знать, где находится месье Стефан, займитесь этим сами. Сами. Я не хочу, чтобы меня считали сумасшедшей. Займитесь сами. Я так и думала. Он вышел чёрным ходом. Чёрным ходом. Ну, что? Я его нигде не нашла. Я-то искала. Я, я добежала до бульвара. Ой, Боже мой, вот он вышел на улицу в его состоянии. И во Франке. И ещё во Франке. Он наверняка вскочил с такси. Там внизу как раз остановка. Папочка. Месье Морешаль. 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 Я думал, вы его ждёте. Что вы? Я совершенно забыл о нём. Просите, просите, просите. Иди сюда. Да, я здесь. Как только получишь чек, моментально мчись в банк. Да, да, да. Моя бедная Люси. Людовик. Дорогая мадам Бассиер, со всеми этими бумагами и подписями я вообще уже не думал, что доберусь до вас. Мне надо было самому пойти туда ищу. Ну, конечно, конечно. Нет-нет, в подобных обстоятельствах. Это профессор Гарон, сосед нашего бедного Стефана. Здесь. Здесь. Не поканчивайте ваши дела, чтобы мы не станем вам мешать. Тогда займёт всего несколько минут. Прошу. Прошу. Ну, что, доволен? Я принёс всё. Ещё несколько розчерков пера, и мы закончим. Да, я подписываюсь. В конце каждой страницы. Ещё много? Ещё несколько. Вот у тебя всё. А это чек. Заверенный. Я попрошу Луизу принести нам лёд. Выберем шламбат. Шотландского, чтобы отметить события. Люси! Я здесь. Люси! Попроси Луизу принести нам лёд. Что? Лёд! Ну, какой лёд? Лёд, лёд! Ну, какой лёд? Лёд, лёд, лёд! Лёд, лёд, лёд. Ну, что же, я был очень счастлив, получив возможность оказать тебе эту услугу. Ну, дорогой мой, этого я никогда не забуду. Ну, это было абсолютно естественно при данных обстоятельствах. Я уверен, что ты сделал бы для меня то же самое, не правда? Когда тебя выгонят из твоего банка, ты лишишься работы, будешь вынужден продать всю свою обстановку оба дома, тогда позвони мне, и ты увидишь, что я не забыл того, что ты для меня сделал. Вы уже закончили ваши дела? Да, мадам. Месье Акропос хотел бы как можно быстрее приступить к выносу. Да-да-да-да, мы и так слишком задержались. Да. С ума сойти, как вы похожи на покойного. Ну, это вполне естественно, я же его зять. Вам это не удастся скрыть. Нет. Да. Однако, я думаю, пора начинать. Обязательно прийти ко мне в банк. Если у вас есть акции, я вам дам совет. Как это мило с вашей стороны. Вы можете звонить мне в любое время дня и ночи. А что об этом скажет мадам Моришаль? Я нахожусь в периоде развода. Какая жалость. Я должен вас покинуть. В такую тяжелую минуту вам лучше быть со своими близкими. Я провожу вас. Ну, дайте же нам привыкнуть к этой страшной мысли. Я понимаю, месье. Но, знаете, когда надо делать, то надо делать. Ну, да. Пожалуйста, что это за типы, которые сожрали весь холодильник? А это коллеги месье. Вы снова здесь? Да. Вам же сказали, что месье Буасьер пошел на прогулку. Смотрите-ка, ей все хуже и хуже. Ну, не будем ей противоречить. Нет, нет, нет. Я сейчас как раз говорю с месье Тропосом о возвращении задаток. А вы знаете, что? Я думаю, что он, как всегда, по понедельникам отправился в бассейн. Тогда он, как всегда, будет через час. Кто? Месье Буасьер. Ой, бедняжка, бедняжка. Я... Одну минуточку, месье Тропос. Договор о захоронении заключен на 30 или на 100. Ну, конечно, на 100. Вы уверены? Конечно. Лёша, я не хотел бы, чтобы папу через 30 лет просто взяли и выкинули. Слушайте, вот вам договор. Выкинули. Вот договор читайте сами. Да. Да, читайте сами. 100 лет. Да-да-да. Ну, что да-да, читайте 100 лет. Да. Вы видите, 100 лет. Да-да-да. Ну, 100 лет. Фух. Да-да. Ну, я могу теперь... Мы здесь болтаем, болтаем. Да-да-да, болтаем. Я теперь могу заняться господином Буасьером? Ну, конечно. Одну минутку. Все урегулировано. Ну, все урегулировано. В 15 часов ковры будут раздельны. Хор будет стоять на месте. Не беспокойтесь. Одну, одну минуточку. Одну минуточку. А маршрут? Какой маршрут? А каким маршрутом вы поедете на кладбище Пер-Лас-Эс? По бульвару Сен-Жермен. Через мост Чули, бульвар Генриха IV, Бастилии и улицы Ракет. Вы поедете по улице Ракет? А как? А так забита машина, вы там рискуете попасть в пробку. А вы можете предложить что-нибудь лучше? Конечно. Пожалуйста. 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 Вот, пожалуйста. Ну, пожалуйста. 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 Ну, вот до Бастилии я бы ехал по вашему маршруту. Пожалуйста. А потом по улице Шеменвер, по улице Вишар-Ленуал. Одностороннее движение. Где? Здесь. С каких пор? 10 лет. А может быть, 15. И я, в конце концов, должен заняться господином Бластьяна. Все. Все. Пожалуйста. Вот что, переложили его в другую комнату? А? Да. Почему? А эта комната слишком шумная. Ну, понятно. Ну, хорошо. А я могу узнать, где находится сейчас господин Бласев. Если бы я сам знал. Так может, он в той комнате? Еще сегодня утром был там. Ну, был сам. Да-а-а. А-а-а. Ой-о. О-о-о! Начнём с сию минуту. Вы куда? Я на кухню. Пойду посмотрю, в каком состоянии находятся мои парни, способны ли они держать гвозди в руках. Зачем? Пора выносить. Кого? Месье Буасьера. Ну, вы же не станете утверждать, что... Понятно. Шизофрения захватила весь дом. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Луиза говорит, что Степан... Да. Дверь чёрного хода снова открыта. Да. Да, да. Он здесь. Но на этот раз, профессор, вам нужно взглянуть на него внимательно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ СТУК В ДВЕРЬ Что это такое? Всё, кончено. Бедный мой хозяин. Да. Моя бедная Луиза, принимая во внимание его образ жизни, вряд ли можно было рассчитывать на чудо. Да, да, конечно, это было бы... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Людовик, сообщение. По радио говорили. Какое сообщение? Писателя Восьера видели выходящего из такси. Один из его друзей видел. А-а-а! Простите, мадам, невозможно поверить, но по радио... Позволь. Но это не тот, кого я видел с уводу в той комнате. Чего ты тогда был? Всё это пахнет ловушкой. У меня нюх на такие. Здесь был сговор? Что? У меня удивительно память на лица. Да у того был нос, как мосье. А подбородок, как мосье. Да вообще это был он. Не правда ли это вы лежали в субботу в той комнате? Да, отдыхал после обеда. С распятием в руках? Да. Он верующий. Мне не в чем оправдываться. Обстоятельства... Я хирург, месье. Так вы пытались отнести меня вокруг пальца. Во всяком случае, теперь, когда мой тесть скончался, ты больше ничем не рискуешь. А разве я чем-то рисковал? Что? По раннюю сказали правду. Это Стефана Буасьера, видели выходящего из такси. Он был жив? Чуть-чуть. С субботы. А если бы ты знал, что он жив, раз ты одолжил бы мне 20 миллионов. Конечно нет. Поэтому скрываю. Какой же ты негодяк. На этот раз ты уверен? Профессор подтверждает. Славно. Мой чек, конечно, уже в банке. А, конечно. На Руси находятся в банке. Через некоторое время, когда мы реализуем часть, наследство ты все получишь. Плюс свои недурные комиссионные. Недурные комиссионные. Принимаю вам внимание, чем я рискую. Как же ты негодяк. Негодяк. Я ему этому одолжил 20 миллионов франков без всяких гарантий. Да ты же уголовник. Дорогой мой, я же прошел у тебя замечательную школу. Господа, господа, господа. КОНЕК КОНЕК Чес. КОНЕК КОНЕК Алло? Щас? Нотариус Булош. Алло. Здравствуйте, месье Булош. Да, он вернулся. Хотите поговорить с ним? Да, но это невозможно. Понимаете, он скончался, вернувшись. Понимаете, с его сердцем это не могло долго продолжаться. Да. Он был у вас? А мы ничего не знали об этом? А я не понимаю, зачем он ездил к вам в контору? Как? Новое завещание? Что происходит? А если он составил новое завещание, не оставляйте меня в неведении. Что? Так, серьезно. А что же он оставил мне? Ну, отвечайте же! Как? Ничего. Совсем ничего? Ну, ведь я его законная жена. Я не... Что? Людовик Мерикур. Да, простите, пожалуйста, что в отношении Вивиан это правда? Это так сказано в новом завещании? Что все это значит? Ну, это несправедливо, бедняжка. А относительно Люси? Как? Что же ничего? Нет, это же невозможно. Людовик, а это серьезно? Он лишил Люси наследство. Что это такое? Мои гарантии. Да убирайся ты со своими гарантиями. Какие тут гарантии? А наследство миллиард? Его больше нет. Ну, что он говорит? Что он говорит? Да что он просит телефону Луизу? Фу, черт. А Луиго! Луиго! Что это такое? Вас просит телефону нотариум в ложь. Нотариум в ложь? Хочет разговаривать с собой. Ну, вам же сказали. А, да, да, это оно самое. Да, ну, откуда я знаю, почему? А? 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 В четверг. В пятнадцать часов. До свидания, месье Молош. Он хочет видеть меня. Он сказал, что месье Стефан отметил меня в своем завещании. Он называл меня мадам Стефан. Мадам Стефан. Мадам Стефан. Это уже много лет, как никто меня так не называл. Вы можете сказать точно, что вам сказал нотариум с блош? Он сказал, что я одна, единственная наследница, месье Стефан. Что? 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 Алло. Извините, месье Блош, это снова Людовик Мерикур. Да, простите. Да. А относительно Луизы. Одна, единственная наследница. Как он мог это сделать? Значит, Луиза? Да, Луиза. Что? Луиза? Наследует все. Все. Вот как он отблагодарил меня за полгода любви и преданности. А вы уверены в этом, месье Людовик? Ну, вам же сказали. Она меня раздражает. Все сделано. Чек в банке. Бедный папочка. А между нами все было рисуно по закону. Когда у тебя пишут квартиру, загородный дом, все бриллианты Люси и все остальное, тогда позвони мне, и ты увидишь, я не забыл того, что ты для меня сделал. Бедный папочка. Что? Что с тобой, Людовик? Что с тобой? Бедный папочка. Бедный папочка. Стефан лишил тебя наследства. И Вивиан. И Вивиан тоже. Это Луиза взяла главный выигрыш. Да нет. Не мог отец со мной так поступить. Не мог, значит, мог. Значит, так к тебе относился. Месье Мерикур, значит, он оставил все мне. Да, все вам. Странно, если бы мне сказали, я бы сразу понял. Значит, он оставил все мне. Вам, да, вам. Значит, это квартира моя. Это квартира ваша. Вот это ваша. Это ваша. Подождите, я не понимаю. Подождите, я не понимаю. Моя дорогая, моя дорогая Вивиан, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Подобное волнение чрезвычайно вредно для вашего сердца. Да, послушайте, как бьется мое сердце. Я совершенно выбита из колеи. Он бьется учащен, но если только нервное. В последнее время я долго думал о вас, Вивиан. Что с вами будет? Не знаю, ничего не знаю. Что вы будете делать? Работать, может быть. У вас есть специальность? Нет, но у меня есть мужество. мужество. Вот она здесь стоит. Я ничего не знаю. Здесь же моя желание. Я решил в любом случае купить эту квартиру. Я бы хотел, чтобы вы остались в ней жить и продолжали ступать по паркету Людовика 14-го в ваших красных сапожках. К несчастью, это траур. А у меня есть еще черный. С тех пор, как от меня ушла моя жена одиночества меня страшно тяготит. Вы согласны? Мишель, если я вас правильно поняла. Да! О, Мишель. Вынос тела состоится ровно в 14 часов. Не беспокойтесь, мы будем готовы вовремя. Постарайтесь. Останьтесь, Мишель. Вы теперь член нашей семьи. Значит, эта квартира моя. Я заплачу за нее любую цену. И вся обстановка. И все картины. И оба ренуар тоже. Невероятно. Невероятно. Все в ад. Вот эта библиотека со всеми этими редкими книгами и Ле Фантен из здания 18-го века с гравюрами Утри. Это тоже принадлежит вам. А мне не верят. Вилавканах. 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 Боже мой, Вилавканах. Это великолепие, которое видел всего один раз в жизни. Маленький коттедж привратника, весь увитый розовый, большая аллея, обощенная мраморными плитами, каменные львы у подножия широкой верлестницы, вестибюль, вестибюль карарского мрамора и повсюду картины. Коро, Ван Донген, Пикассо. Это тоже принадлежит вам. А спальня, где мы ночевали? Спальня. По эскизам Можореля, розовая спальня с балконом на маленький итальянский дворик. Это тоже ваша. Огромный парк, все эти пальмы, мимозы, миндальные деревья, апельсиновые рощи, все серебро. Вилки! 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 Вилки, которые невозможно было поднять во время обеда. Винный погреб, боже мой. Я не пью. Я пью. Ну, если все, что вы говорите, правда, то, поверьте, мне придётся многое переделать, начиная вот с этой квартиры. Как я мучилась, чтобы поддерживать в ней порядок. О, я прикажу выломать старый паркет в спальне месье Стефана. Паркет Людовика 14-го. А он скрипит, и лично я предпочитаю плюшевые дорожки. А что касается виллы в каннах, то я не выношу, когда трава растёт между плитами, я покрою цементом большую аллею. Это цементом из-за травы? А я буду жить в домике привратника, а он в полном порядке. Племянник живёт по соседству, он будет ухаживать за садом. Он любит цветы? Нет, он разведёт огород. Вы знаете, сколько этим летом внизу стоили помидоры? Луиза, все эти цветы. Я разведу кур, кроликов. А дом, Луиза, дом? Я его забью. Слишком будет дорого стоить отопление. Это такой дом забитие. Значит, всё принадлежит мне. Мне. Странно. И что, вот эти вот книги мне придётся прочитать? Вивиан, позаботьтесь о том, чтобы вернуть мне мои пистолеты. Но, Луиза! Мадам Соте! Мадам Соте! Мадам Соте! Мадам Соте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok